Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. Мы тут с помощником уселись вам снимать вопрос-ответ. Итак, поехали! Может быть, девчонки не по порядку, но это, в принципе, сути не меняет. Под постом задавали свои вопросы. И некоторые вопросы еще в личку девочки писали под другим видео. В общем, начинаем. Алена Трусова, по-моему, если не ошибаюсь. Здравствуйте! Какой у вас режим дня с малышкой? Режима дня до трех месяцев нет. Абсолютно три месяца нам исполнилось только вчера. Но более-менее он сформировался. Я вам во влоге его показывала. То есть мы просыпаемся, где-то час бодрствуем, потом полчаса дремим. Потом, если идем гулять, то еще часик в колясочке спим. Если не идем гулять, то еще полчаса спим в перерывах. И на дневной сон мы можем уйти на 2-6 часов. Вообще по-разному. Вообще по-разному. Она может проснуться, покушать, потом опять заснуть. А может все это время проспать. Вообще по-разному. И вечером еще мы разочек дремем. И на ночь сейчас уходим рано. Раньше уходили поздно. Сейчас уходим рано. Где-то в полдесятого-десяти мы уходим уже на ночь. Встаем где-то в 8 утра в среднем. Вот так. Сейчас, пока. Но это все так не постоянно, потому что ребенок пока маленький. Я не хочу ее насиловать никакими режимами абсолютно. Сейчас немножечко, может быть, через месяцочек мы как-то вот это все более-менее оформим, сформируем. У меня тоже вторая дочка. Недавно родилась 15 мая. И разница старше 8 лет. Да, у нас 31 мая. Почти ровесница. Вам значит уже 3,5 месяца. Поэтому тоже, мне кажется, режима пока не может быть никакого. Немножечко, попозже, чуть-чуть. Евгения Калягина. Света, добрый день. Желаю вам, вашей семье, крепкого здоровья. Спасибо огромное, Евгения. Расскажите, пожалуйста, какой вы были в юности. Какие у вас были вредные привычки. Вы всегда были устроены или чуть-чуть с изюминкой. Евгения, город Омск. Евгения, я такой была абсолютно всегда. С рождения. То есть полненькая. Всегда-всегда. Когда-то чуть поменьше, когда-то и побольше даже. Поэтому я такая всегда. Так, а что тут у нас еще? Какая я была в юности? Ой, какая. Я была отличница. У меня 3 образования, между прочим. Не то, что прям одни пятерки. У меня в дипломе в школе 4 четверки, остальные пятерки. Но мы успевали все. У нас 12 из 13 ребят в классе играли на гитару. По выходным мы отрывались ноги, отрывались так, что вам и не горюй. Хотя у нас был класс А, класс отличников. Но мы успевали делать все. Поэтому насчет вредных привычек я подробно рассказывать не буду. Цензура, да? Но тем не менее, было все. Скажем так. Анастасия Бурнасова. Света, здравствуйте. Делаете ли закатки на зиму? Если да, то какие спасибо. Анастасия. Нет, не делаю. Никогда не делала. Один раз у сестры делала, и все. Нет, не собираюсь, честно. Не хочу на это ни времени, ни силы тратить. Заморозки, да, возможно. И ту вот ребенку. А так нет. Мне проще вот, если очень сильно хочется, я пойду в магазин куплю. Или вот бабушки сидят на рынке у нас тоже. Они занимаются засолками, они торгуют потом. Неблагодарным считаю это делать, честно, девчонки. Может быть, это потом придет с возрастом, но пока точно нет. Так, дальше. Дальше, дальше, дальше. Юлия Возженикова. Свет, на данный момент вы пользуетесь ходами средствами для лица только Фаберлик? Нет, не только Фаберлик разными, но в основном Фаберлик. Могу сказать, что я тестирую другие, которые на обзор присылают, да, косметику, другие средства. Но от некоторых средств бывает высыпание. Вот сейчас у меня буквально вот два. Но это совпало просто с такими днями, да, у меня так бывает раз в полгода. Некоторые поры закупоривают средства. Вот все равно Фаберлик в плане ухода за лицом для меня идеален. Единственное, чего не хватает масок, очень не хватает масок нормальных в тубах от Фаберлик. Вот те, что в банках и тканевые, это бред полный. Мне не хватает Фаберлик масок. А так у меня был бы, мне кажется, уход исключительно Фаберлик. Так, Настя, она... Дальше не буду коверкать. Здравствуйте, поздравляю с рождением малышки. Спасибо огромное. Будьте счастливы и здоровы. Слана, вы прививки старшей дочери Ксении делали. Кристине будете делать прививки? Как выбирали имена дочкам? Муж участвовал в выберении имени дочкам. Почему именно Кристина? Как не послушаешь, везде Еву да Милана. Спасибо. Так, по порядку. Да, я Ксении делала все прививки по срокам. Единственное, когда Ксюша была маленькой, еще не было прививки при Венар. А сейчас нам ее в поликлинике сделать предложили, я про нее подсчитала. Я этого не хочу делать абсолютно точно, вот это от пневмококовой инфекции я не хочу. Я Ксюше не делала тогда, их не было в поликлинике, и мелкой тоже не планирую. Вроде в садик они не обязательно, я напишу отказ. А так все по срокам, абсолютно все прививки, и младший, и старший. Младший завтра вот пойдем делать пентоксим. Так, как выбирали имена дочкам? Муж, конечно, участвовал, но в имени Кристина, в выборе имени Кристины, в основном мы с дочкой. Мы выписались именно, какие нам больше всего нравятся, выбирали. Там мы думали, Алиса или Кристина, но так совпало. Вроде захотелось и Ксю, и Крис, как-то вот интересно, здорово, на Кэ. И уже после родов я посмотрела, что в день ее рождения у нее именинный, поэтому вообще как бы здорово. А Ксюшу вместе с ним выбирали. А Кристину просто вот потому, что нравится, потому что действительно кругом одни Ева и Миланы, и хотелось вот что-то вот, что-то такое. И, конечно, я читала значения имен, и нумерология дата рождения, я люблю вот цифры, я им верю. И поэтому вот как-то все вот так сошлось. Так, здравствуйте, Светлана Евгения Карпович, спасибо вам за ваши видеорекомендации, обзоры и блоги. Пожалуйста, и вам спасибо. До скольких планируете быть в секрете, до полутора или до трех? Планирую до трех, не хочу на работу, все, я дома работаю, я блогер. Я работаю дома день и ночь с маленьким ребенком, а вот на работу совсем не хочу. Нет, мне так комфортно на самом деле, что нет, вот вообще не хочется. С первой я отдала, наверное, ее в 2,2, мне кажется, через неделю уже вышла на работу, а здесь не хочу. Пока не хочу. Так, добрый день, Светлана, скажите, пожалуйста, пользовались ли вы мультифункциональным измельчителем? Если да, как он вам? Именно от Фаберлик, нет, не пользовалась, у меня есть другой, который я купила за 600 рублей, абсолютно такой же, может быть, там только один нож, нет каких-то насадок, но я считаю, что на такие вещи Фаберлик безумно завышена цена, купите то же самое на Алиэкспресс в 10 раз дешевле. Это удобная вещь, он у меня есть, я им пользуюсь, но не Фаберликовский, слишком дорого. Юлия Важенникова, так, тяжело с двумя детьми в однокомнатной квартире, как ночью, малышка не будет старше, у вас как-то огорожена зона для старшей дочери? Раньше была огорожена, мы часто делаем перестановки, у нас вот с углублением квартиры, да, и там была комната у Ксюши, потом мы поменяли, туда задвинули свой диван, а комната у Ксюши теперь здесь, а малышка рядом с нами, поэтому теперь не огорожена, но в планах как бы, в планах все хорошо, пока не буду ничего говорить. Не будет, нет, не будет, сейчас уже не будет, по первости она ночью, когда просыпалась, где-то один раз есть, ну а сейчас где-то вот в 4-5 просыпается, смотря когда последний раз поест, нет, не будет, она начинает кряхтеть, я ее кормлю, спящая такая вот, и спим мы дальше, все нормально. А так, по первости Ксюша просыпалась, ей самой нравилось, она бежала ночью прям к ней, ей потому что вот так хотела. Сейчас не будет, началась школа, все нормально, мы подстраиваемся под режим Ксюшин, конечно, чтобы всем было удобно, но он у нас такой и есть с малышкой. Так, Екатерина Лихачева, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как выбрали направление в медицине, в каких отделениях работали или только в одном и том же медсестра, участковой службе, хочу поменять специализацию на операционный отдел, но боюсь, что очень тяжело физически. Физически в медицине сейчас тяжело везде, и физически морально. Выбрала направление именно. Я сначала работала в травматологии, потом мне нужна была дневная работа, в общем, пошла куда пошла, мне в принципе нравится медицина, без разницы, где было место, туда пошла. В больницу, скорой помощи, знакомая там просто была. Потом нужна была дневная работа, я работала несколько лет на гемодиализе, это где аппарат искусственной почки, если кто-то знает, что это такое. А потом продолжила в самом отделении работу уже как медсестра-анестезистка в отделении токсикологии. Мне нравилось там, на самом деле все очень достойно, но на работу выходить не хочу. Поэтому, если куда у вас душа лежит, куда вам хочется, туда и идите. Тяжело везде, везде тяжело, операционной тяжело, и постовой тяжело, и дежурной, и анестезистской тяжело везде. Главное, чтобы работа вам нравилась. Если вы хотите быть операционной, значит идите. Когда работа нравится, вот этой тяжести уже так не ощущаешь, правильно? Конечно, правильно. Так, дальше, девчонки, я тут с Ксюшиным планшетом, и пока в нем разберешься. Так, Оксана Винтер, Оксаночка, добрый день, расскажите, каких блогеров смотрите, почему именно их? Конечно, о семье интересное, но это уже по вашему желанию, что можно, спасибо. Так, я уже говорила, я смотрю Алену Ризвана, еще смотрела Селену Свену, сейчас уже не смотрю, потому что нет времени, только Аленку. Вот когда у меня удается днем на дневной сон время, я прям сразу бегу смотреть Аленку, потому что я ее люблю. Мне нравятся блогеры, простые, без заморочек, без загонов, она такая, я ее очень люблю, поэтому смотрю ее. Но про семью что, я не знаю, я уже рассказывала, посмотрите, мои вопросы-ответы другие, как с мужем познакомилась, я это все уже, в принципе, рассказывала. Так, Светлана Кислицына, здравствуйте, мне очень интересно смотреть ваши обзоры, спасибо. Светлана, скажите, пожалуйста, как вы начинали строить свою команду в Уберлик, какими методами? Спасибо. Тоже на эти вопросы уже отвечала, сейчас быстренько повторю. Сначала мы работали и на улицах, и с промо-стойками, и у меня была группа ВКонтакте, оттуда были регистрации, но мало. Пришло осознание того, что ты должна быть узнаваема, как это сделать. Пошла на Ютуб, когда пришла на Ютуб, поняла, что мне нафиг не нужен Фуберлик, я просто хочу быть блогером. И команда начала набираться сама. Вы должны быть узнаваемы, просто узнаваемы. Как вы этого добьетесь? Через соцсети, через видеообзоры. Не знаю, способов много, вот прям можно загуглить. Как стать узнаваемым? То есть к вам должны хотеть идти. Это, во-первых. Во-вторых, всегда честность. Я никогда не порекомендую продукт, если он гэп. Я думаю, вы уже знаете об этом. Поэтому, если вы будете впихивать всё, и говорить, что всё, Фуберлик, прекрасно регистрируетесь, всё супер, замечательно, недолго будет ваш путь в Фуберлик. А на честности, да, на честности можно. Так. Сейчас, девчонки, я тут с этим планшетом не могу. Так, вопросики вот. Обрезала, не пойму от кого только. Светлана, здравствуйте. Смотрю вас не так давно, ничего про вас не знаю. Сколько вам лет и доченьки? Мне 36, старший 8, младший 3 месяца. Какое у вас образование? У меня 3 образования, одно из них высшее. Чем увлекать? Есть какое-нибудь хобби сейчас. Хобби сейчас это YouTube. Это хобби, которое плавно перешло в работу, в заработок, чему я несказанно рада. Вот это моё хобби. И дети. Всё сейчас. Какие могут быть хобби с маленьким ребёнком ещё, девчонки? Я очень люблю читать. Я читаю. Я перед сном обязательно читаю. Люблю читать. Мне нравятся ужасы, мне нравятся фантастики, мне нравятся триллеры. Я люблю про вампиров. Или прям вот совсем какие-нибудь ржачные книги исторические тоже люблю. Я читаю, читаю постоянно, читаю много, но только перед сном удаётся. Так. Если нет, то из детства. Из детства, да, вообще всё хобби. Я разносторонний человек. Я и рисовала, и на спорт ходила, и шила. А, шитьё, да, у меня ещё хобби. Сейчас некогда шить. Вот сижу на одеяле, не покажу вам сейчас. И постельное я шила, и платье себе, и одеялки такие разные, стёганые. Вот это вот я, кстати, очень люблю, да. Было бы время, я бы этим занималась и сейчас. Как любите проводить свободное время? Гулять на природе с друзьями, с семьёй, когда хорошая погода. Это самое любимое. Я обожаю лето. Собираемся, идём на шаршлык. Музыка, весело, классно, супер, всё. Вот это обожаю. Походы этим летом. Летом вот с малышкой в поход ездили. Ролик есть. Великолепно. На природе, когда тепло. Вот это моё самое любимое времяпрепровождение. А, это Анна Омск. Спасибо большое за ответы заранее. Пожалуйста, Анна. Елена, да я приветик. Светлана, я посмотрела ваше видео про и фроше. Как заказывать по бланку. Всё понятно, спасибо огромное. Смотри, пожалуйста. Смотрела видео другого блогера. Ничего не поняла. Вы всё разъяснили. Про тушь Фаберлик недавно переписывалась. Так, под видео я писала, что мне ещё нравится 57-22 Лангкенстронг. На край попала под ливень сильно. Домой пошла вся как мышь, но тоже не потекла. Так, это просто отзыв, мои хорошие. Это без вопросов. Свет на данный момент. Так, это было. Было. Сейчас, девочки мои хорошие, я найду, что у нас дальше. Про блогеров было. Режим с малышкой ответила. Светлана, как сделала такую фотографию? На, вы тоже хочу, тоже хочу сказать. Это Валентина Дерксен пишет. Как сделала такую фотографию? Как сфотографировалась и сделала чего-то такого-то. И фроше больше не заказываете, спрашиваете Ленда? Нет, больше не заказываю. Меня не устраивает соотношение цены и качества. Маленький ассортимент. Даже вот этими подарками, которыми они заваливают всех, якобы подарками, они не перекрывают бешеную стоимость своих продуктов, которые абсолютно себя по качеству не оправдывают. Это моё мнение. Я сначала велась на эти подарки. Ну, как же столько подарков? Приятно. Ну, понятно теперь, чем они людей заманивают, да? А сейчас не ведусь уже. Так. Сейчас ещё, девчонки, вопросы. Светлана, Ольга Сушкова пишет. Светлана, спасибо огромное за помощь Фоберлик. Ваше видео для меня как уроки. К сожалению, не подписано на вас, на какого-то мужчину. А, Фоберлик, который вообще никак со мной не связывается. А я ежемесячно по 100 баллов заказ делаю. Какая вы умничка, даже я не делаю. Как поменять моего наставника? Это возможно. Наставника можно поменять только в согласии. Если он согласен вас отдать, связаться с ним, у вас его номер в личном кабинете есть. Если он вас согласен отдать, то вы пишете в обратную связь в Фоберлик, и он вас отдаёт, кому вы захотите. Если он не согласен, то никак, к сожалению. Это только перерегистрация. Но перерегистрация опять должна быть законной. Допустим, вы можете под того, с кем хотите общаться, зарегистрироваться, но уже, допустим, на фамилию, номер телефона мамы, или мужа, или сестры, или дочери. И с этого номера уже делать заказ и общаться с своим наставником. Вот такой вариант. Так. Назира Тимирова. Добрый день. Фоберлик. Бизнес не удался. Много подписчиков, но через 2-3 недели никто заказы не делает. Вам ещё интересен Фоберлик? У вас много познавательных видео. Спасибо. И вам спасибо. Да, конечно, интересен. Я прям каждый каталог жду с нетерпением. Мне прям хочется, наверное, чтобы он каждые 2 недели был каталог. Мне так вот... Я прям жду. Я люблю делать заказ, распаковки. Меня всегда вот практически всё устраивает. Мне очень нравится с вами вместе тестировать новинки. Я жду все эти новиночки. Нет, не надоел, совсем не надоел. Но если вы строите бизнес с Фоберлик, вы должны как-то подпитывать тогда тех, чтобы они не уходили. Я не знаю, почему они уходят. Не распробовали продукцию? Может быть, чат с отзывами вам какой-то создать, где будете делиться отзывами на продукты, то есть чтобы интерес постоянно был. Но вообще, в принципе, мне кажется, кто распробует продукты с Фоберлик, мало кто уходит. Потому что очень крутая серия. Том Фоберлик. Хороший уходовый средств. Здесь вообще ассортимент безумно огромный. Безумно огромный. Фоберлик вообще в топе. Мне кажется, просто в топе. Фоберлик прёт как танк. Ни с одной сетевой компанией не сравнится, мне кажется, никогда. Так, Елена. Здравствуйте, скажите, во время беременности красили волосы? Да, конечно, что ж я буду всегда ходить. Конечно, красила и ничего в этом вообще зазорного не вижу. Мне как-то писали, а вы красите, это вредно. Ещё-таки вредно воздухом дышать, который сейчас вокруг нас что-то творится. Поэтому нет, конечно, красила. Так, сейчас, девчонки, ещё. Так, здравствуйте, поздравляю. Так, это было, прививки были. Хотелось бы спросить, Рано Джо Рабаева. Как вы относитесь к беременности в 40 лет? Именно ваше мнение, интересно, нормально я отношусь к беременности в 40 лет? У меня на работе знакомая, вот, медсестра рожала в 44-43, она забеременела. Через год её первая дочка родила. Нормально отношусь в 40, это вполне нормально. Ничего в этом не вижу. В 50 как-то уже, да, ну в 50 уже, простите. В 40 нормально. Если бы хватило здоровья и не был бы у меня такой тяжёлый шов, я, может быть, и с ракет бы за третьим сходила. Так, как долго не могли забеременеть второй раз ЭКО? Есть секретики, как шли ко второй беременности? Так, нет, второй раз не ЭКО. Долго не могли забеременеть? Ну, год точно не могли. Но мы уже по врачам не ходили, как в первый раз. Ничего специально не делали, никакой ЭКО. Один ребёнок есть, слава богу, даст Господь второго. Хорошо, не даст и нет. Просто не предохранялись, грубо говоря, да? Вот, и всё. И получилось. И вот так вот получилось, видимо, всему своё время. Как шли ко второй беременности? Вот, вот никак не шли. Жили своей жизнью обычно и всё. То есть секретики, секретики. С первой беременностью я ходила к эндокринологу. У меня был низкий прогестерон по нулям. И мне либо пить гормоны, либо худеть. То есть нужно было гормональный фон сдвинуть. Либо резко поправиться, либо резко похудеть. Естественно, похудеть. Гормоны я пить не стала. С эндокринологом пролечилась 3 месяца. Похудела на 20 килограмм. И в конце лечения она мне назначила гормель, по-моему, или гармель. Это гомеопатия. Гомеопатические капли, крайне бюджетные, которые восстанавливают всю женскую половую систему, яичники и так далее. Приводят её в норму и подготавливают к беременности, скажем так. И она сказала, вот, начинай их пить, и где-то через месяц ты ко мне придёшь беременна. Я начала их пить, и где-то через месяц-полтора я пришла к ней беременная на приём уже к эндокринологу. Вот такой секретик. Гормиль. Кто не может забеременеть, почитайте, девчонки, с врачом поговорите. Так, последний, по-моему, вопрос. Так, тут что-то про зубную щётку. Ну, вот, Юля, у меня такой вопрос. В жаркое время нужно ли кожу увлажняющей или питательной маски крема? Да, конечно, нужны, девчонки. Но здесь уже полегче текстуру, что ли, надо выбирать. Если у вас сухая возрастная кожа, конечно, они всё равно нужны. Но перед тем, как нанести увлажняющий или питательный крем или маску, крем, я вот опять, наверное, неправильно этого сказала, крема, да? А потому что так написано, крема, кремы. Нужно хорошо очистить кожу, потому что в жаркое время кожа всё равно даже сухая выделяет много себе. Пор могут забиваться. Если вы её плохо очистили, нанесли увлажняющий или питательный крем или маску, вы можете забить себе поры. Поэтому в жаркое время особенно хорошо очищаем её. А потом наносим. Нужно наносить обязательно всё равно. Ну, если, конечно, 50, и там совсем никак, вы чувствуете этот крем как плёнку, ну, здесь, конечно, можно и пропустить несколько денёчков. Так, какой крем посоветуете, чтобы убрать морщины на лбу, где межбровная часть? От солнца жморюсь, морщина появилась. Я, знаете, как убрала? У неё здесь была такая прям сильная в своё время. Я убрала массажами, кислотным уходом. Вот сейчас холодное время скоро настаёт. Кислотный уход обязательно. Кислоты, пилинг АБЦ, допустим, фиберлик, да, или какой-то другой пилинг кислотный. Аскорбиновая кислота тоже хорошо отпорится с морщинами, с витамином С, какие-то кремушки, комплексы. Солнце светит прямо в глаз, не было его весь день. Называется западло. И массажем, и уходом, и хорошим очищением. Морщина часто образуется из-за того, что вы плохо очищаете кожу. Не из-за того, что уже море тесет, понятно, но она за месяц не возникнет. Ороговевшие клетки скапливаются, да, в каком-то месте. Вы плохо очищаете кожу, и получается поэтому в этом месте залом. Нужно обязательно очень хорошо очищать кожу. Когда я взялась за ежедневное утро-вечер, правильное, несколько компонентное очищение лица, гаммажи, кислоты, пилинги, скрабы всевозможные, у меня она ушла. Ну и, соответственно, потом увлажнение, да, она у меня ушла. Как экспресс-метод, вот эти шприцы от фиберлика, они хорошо работают, но опять без очищения ничего не получится. Они хорошо работают, они хотя бы, видимо, результат какой-то создают. И массаж. Смотрим, у меня есть, кстати, видео массажа, даже вот этот скребогуаши можно взять, и массажироваться, и массажироваться, кожу свою натягиваем, массажируем эту морщинку. Я убрала. То есть морщины убрать можно, я об этом знаю, не понаслышке их реально можно убрать. Правильный уход. Как следует очищаем кожу, увлажняем, питаем по потребностям, подбираем крем, да, себе, сыворотку, тоник и так далее. И массажики делаем. Когда есть время, свободная минуточка, прям вот делаем, делаем, делаем массажики, и все будет прекрасно. Можно убрать морщины. Она сейчас у меня опять чуть-чуть начинает появляться, но ее уже так не видно. Вот, Нана. Ее вот так было видно, когда просто лицо разглажено. Я ее убрала, ничего в этом такого не вижу. Все вроде вопросы девчонки зачитала, старалась, по крайней мере, для себя их все отметить, выделить. Если еще какие-то остались, обязательно пишите. Еще сниму видео. Простите, что вот так вот снимутся, опоздала, но с маленьким ребенком тут не угадаешь. Я тут выдалась, минутка побежала на ваши вопросы отвечать. Надеюсь, вам было интересно. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.